фокусное расстояние это естественно то что изменяется да вот у меня как раз был вопрос я опять забыла по поводу фокусного расстояния что на чем хорошо фотографируется начиная с вопросов то по порядку того поводу фокусного расстояния то есть напомнить наверно то что такое ширина угла да то есть у нас какой здесь объектив сейчас стоит а 18-135 нефига сера за очень большой вот я честно говоря не люблю когда вообще такие большие перепады аж от 18 до 135 наверно поэтому еще и снимки не нравится потом сейчас объясню сейчас начнем до ширины угла то есть участвует объектив у нас 18-135 соответственно фокусное расстояние зашиваешь и ширина угла чем меньше цифра тем шире угол соответственно да то есть 18-24 это широкоугольные объективы даже принципе 18 это уже тянет почти на супер широкоугольный на кропе это все-таки широкоугольный вот потому что в принципе где там 12 14 15 там и ниже там 8 9 6 даже бывает это супер широкоугольные 6 9 и даже рыбий глаз по большому счету уже да вот здесь те которые захватывают большой угол вот вот этот 18 ну на крупе здесь коп полтора или два не помню такой камере вот ну пускай там два даже грубо говоря полтора не важно принципиально то есть на самом деле это не 18 это 24 будет вот то есть это широкий угол что такое кроп мы помним да напомню 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 да то есть у нас всегда кадр считается от пленки то есть от размера площади пленки и соответственно кроп он это то насколько цифровой кадр меньше скажем так на пленке были такие может быть помнится может доводилось видеть полукадровые фотокамеры да то есть те которые снимать не 36 кадров на пленку 72 там вот это как бы кроп пленочный да то есть первое которое было хотя там были и другой натуральный кроп но суть не в этом то есть примерная идеология такая же когда кадр поделим просто на какие-то части да то есть сколько-то то есть соответственно в данном случае у нас объектив он не то чтобы становится 18 не точно 24 просто мы представляем что это вот кадр и мы теряем его края да то есть соответственно чем кровь больше вот поэтому на мыльнице в там почему костями что там еще больше икроп там к 3 4 и больше даже это вырезано на понятно то есть это вырезано от основного кадра то есть соответственно мы представляем вот этот целиком кадр вот и кого-то серединка да то есть чем меньше значение то есть больше значение тем меньше и вот это вот окошко да грубо говоря через который мы видим на то есть матка то все меньше и меньше и меньше нам остается вот таким вот образом теряется и качество и все остальное соответственно и меняется угол зрения то есть 18 становится 24 то есть примерно вот так И, соответственно, чем цифра больше, тем у нас хуже угол зрения, ну, и так называемое приближение получается больше, да, то есть меньше входит в кадр, да, то есть тут у нас 18 много может войти в кадр, да, то есть это вот хорошо занимать, там, пейзажи, там, здания, там, целиком, ну, тут, наверное, целиком не влезет, на 18 пошире немного надо, ну, или немного подальше отойти. А так, в принципе, для, вот как было спрошено портреты снимать, ну, портретники, они принято считать, что начинаются с полтинника, ну, даже 40, вот, но я считаю, что портретник начинается с 60, вот это я так считаю, это мое мнение, вот, ну, так вот, в принципе, есть деление, сперва идут вот ширики, вот, то есть это где-то там до 30, вот, потом идут портретники, вот, но я на самом деле считаю, что вот, Я бы добавил еще одно направление, скажем так, так называемого, ну, я бы так сказал, мы же неправильно, меня побьют палками, но я бы сказал, это скорее стрит-объективы, которые вот с 35 и где-то до 50, то есть те, как раз, которые хороши для стрит-съемки, для городской жанровой съемки, они как раз очень хороши для этого, и учатся, если не фиксированы. Да, да, ну, нет, на самом деле, там портретники, вот, и они там идут уже там до 85, там даже до 100, там, вот, а дальше идут уже там телеобъективы, там длиннофокусные. Кстати, насчет портретников, почему считается, что там фиксовый, ну, я слышала, просто фиксовый полтинник лучше, чем вот такой вот переменный? Ну, это, например, то же самое, почему я сказал, что в данном случае 18 и аж 135 слишком много впихнули в один объектив, то есть, соответственно, у нас упрощается конкретная линза, то есть... А, то есть, качество, грубо говоря, лучше, но при этом там... Качество не лучше. Это то же самое, как, в принципе, люди, которые занимаются электроникой, всегда скажут, что лучше, когда вот ты набираешь себе музыкальный центр, тогда у тебя отдельно блок, предположим, магнитофон, отдельно блок тюнер, отдельно блок усилителя, чем одна балалайка, где все вместе совмещено. Потому что любое совмещение, любой комбайн всегда приводит к упрощению. Как и тут. Соответственно, здесь очень большой разлет фокусных расстояний, что удобно, не надо с тобой таскать много оптики. Но при этом все значения у них упрощены. Это раз. Обычно такие объективы бывают очень темные. То есть у них, скажем так, максимально широкая дырка, чаще всего бывает 5,6, если повезет, 4. Там 3,5, да. 3,5. Ну, это еще не самое плохое, будем так говорить. Ну, все равно. И опять же, 3,5 на каком? Это на широком значении. То есть, что у нас написано? 3,5-5,6. Соответственно, когда мы меняем его от широкоугольника к портретнику и, скажем так, младшему длиннофокусному, ну, 135, все еще считается портретник, он скорее все-таки длиннофокусный уже на кропе, то у нас меняется вот эта самая... Да, я заметила. Да, да, да. То есть диафрагма у нас становится уже не 3,5, а потом 4, там 5, 5, и 6. Это минимально, точнее, максимально открытая диафрагма. Вот. Таким вот образом, ну, опять же, фиксы, они, естественно, всегда замкнуты на какое-то постоянное значение. Вот просто как пример я для других целей взял, но тут же мы возьмем с собой вот этот вот маленький фикс, который у меня здесь лежит, советский фикс. Покладем сюда камеру. Вот, я взял его, потому что в прошлый раз нам его не хватало, я взял советский вот такой вот портретничек, вот, он миниатюрный, удобный по многим причинам. В данном случае нам удобен для того, чтобы мы могли его изучать. В карман положу, чтобы не мешали нам крышечки. Вот. То есть перед нами советский портретик Индустар-52. Крохотный, не самый светосильный, но, тем не менее, у него постоянное значение 3,5. То есть, соответственно, у него, ну, так как он никуда не зумируется, он всегда полтинник, вот, он всегда полтинник, он всегда 3,5. Вот так называемый фикс, да. То есть, соответственно, мы понимаем, что у него дырка всегда будет такая. На зумах есть тоже с постоянной дыркой, но они обычно более дорогие. И, конечно, не с таким все-таки разлетом. В данном случае я взял его для чего? Взял для другого то, о чем мы говорим сейчас про портреты, да. То есть, мы в прошлый раз говорили о так называемом гриб, да, то есть глубина резко изображаемого пространства. То есть, то, что у нас находится в резкости. Вот я сказал, что вот на старых объективах, чем они мне нравятся вот для каких-то вот таких вот объяснений, шкала была. Да, шкала, шкала гриб. Вот, то есть, в данном случае по ней в САУ уже можно посмотреть. Предположим, мы определили, что до этого объекта у нас 3 метра. Вот мы выставляем 3 метра, да, вот мы выставляем 3 метра. У него начинается с 3,5 и до 16 дырка, да. Вот, соответственно, мы можем по шкале гриб посмотреть, что вот мы выставляем 3 метра. На 3,5 у нас очень узкая будет, соответственно, вот этот вот буквально крохотная гриб. То есть, она вот никуда даже, вот 3 и все тут, да. А если мы выставим, предположим, уже 5,6, то у нас получается где-то от 2,5 метров и до 4 метров все будет в резкости. Если мы выставим, предположим, 11, то у нас получается от 2 и, предположим, до, это самое, как же его, 8, да? Нет, до 5, вот. Ну и так далее. А если мы выставим 16, то у нас получается вообще вот от 1,7 и до практически бесконечности. То есть, у нас все будет в резкости. Вот почему я говорил, что полтинники, на мой взгляд, лучшие объективы для стрита. Потому что мы берем вот такой вот фиксированный объектив, ставим нужную нам дырку. Предположим, всегда, так как если мы снимаем стрит, нам не очень сильно нужна размытость такая чрезмерная, да. Мы, предположим, делаем дырку 8 и мы понимаем, что все, что вводит от 2 и до 5 метров у нас в резкости. Ну, сложно ошибиться. То есть, практически это огромный кусок пространства, в котором все будет в резкости, да. Вот. Поэтому мы понимаем, что мы ставим 8, мы ставим 50, и нам не надо вообще морочиться о фокусировке как таковой. То есть, все, что нужно, чтобы она была вот уже... Вот я так снимаю, просто она уже замкнута на какой-то определенной дырке 5,6 или 8, в зависимости от моей необходимости. И от того солнца, которое нас окружает, и от разных других задач. Я понимаю, что все, что нужно, достать камеру, нажать кнопку на самом деле. И в отличие от автомата, она не ошибется. У автоматов, кстати, вот, когда начали появляться мыльницы, была не очень распространенная, но все-таки некая целая такая категория, так называемый фри-фокус. То есть, камеры, которые уже замкнуты вот на гиперфокальном пространстве. Это пространство называется гиперфокальное. Вот это гиперфокальное пространство у них было очень широкое. Она уже была замкнута так, что практически все, куда она не попадала, все было в резкости. Это было удобно как раз для стрита. У меня даже сейчас валяется одна из пленочных таких компактных камер. Она хороша тем, что в ней не надо морочиться вот этому хужественному кручению линз, потому что задача стрита – это сюжет. Соответственно, нет, чудесно, если совпадает сюжет и хорошо выставлены все эти параметры, у тебя есть на это время. Но ты хочешь снять человека, который мимо тебя пробегает там красиво с собакой, вот ты попросишь его замри, да? И собаку замри, в воздухе повиснись, не получится, да? Тебе все-таки надо ловить его, поэтому тебе не к нам морочиться, не надо некоторые параметры, когда, с одной стороны, позволяете красиво снимать, с другой стороны, думать о сюжете в данный момент. Поэтому мы используем гиперфокальное пространство, это стандартный вообще прием стрит-фотографа. Поэтому, соответственно, я говорю, что фикс, фикс, он предсказуем, у него лучше оптика обычно всегда у фикса. Соответственно, поэтому берем какой-нибудь полтинник, не обязательно этот, потому что этот не самый светосильный, но он неплохой. Вот это все-таки довольно-таки резкий объектив, тесар, в основе его лежит буржуйский объективчик, с которого наши его слезали. И он в буржуйском мире, как бы, называется так в народе «орлиный глаз», за счет того, что он очень резкий. И поэтому, как раз для стрита, вот этот объектив, как ни странно, чем хорош? Он маленький, не вызывает уважения у дебилов, поэтому на него практически нету реакции публики. То есть не пугает простых смертных, не вызывает уважения у дебилов, не вызывает восторженных писающих криков у девочек. Поэтому он хорош для тем, чтобы быть неприметным, что и основная задача стрит-фотографа. Берешь какую-нибудь не очень большую камеру, берешь такую штуку. У тебя какая-то пукалка, на которую никто общего внимания не посмотрит. Не это вот дура, которая. Никто же не понимает, что у тебя хреновый объектив, да? Все думают, что у него большой объектив. Поэтому, соответственно, вот этот хороший, он маленький, неприметный, очень резкий. Он очень легко вращается между двумя пальчиками буквально. То есть, в принципе, его подстроить под нужный необходимость. Потому что все, что нужно, если мы делаем гиперфокальное пространство, широкое, ну, говорю, 8, предположим, на солнечный день, 8, то подстроить под наши нужды, предположим, чтобы у нас он попадал там не с двух, там, до пяти, грубо говоря, да? А с одного и семь, там, до четырех, там, ну, в зависимости от того, как вот, да? Вот мы понимаем, какое нам нужно пространство. То есть, он буквально там легким движением меняется на нужное положение, и все. И даже не надо париться, смотреть в глазок. Как ломографы можно снимать от бедра, то, что называется. Потому что я очень часто снимаю не от бедра, я не люблю этот ломографический прием. Я снимаю очень часто с груди. То есть, когда мне важно, чтобы люди не очень обращали внимания, у меня фотоаппарат висит на шее, я примерно знаю угол, вот. И я просто вот так вот, как бы, придерживаю руку и просто неизначально нажимаю кнопку, и все. Это очень известный трюк, не мной придуманный, и я просто его использую. Вот. Иногда снимаю просто, это у меня мой знакомый из Бразилии, я подглядел у него. Просто мы же носим камеру на руку намотанную, и просто он просто так вот раз, и неизначально нажимает кнопку, тоже поворачивает. Просто тоже, надо просто понимать угол надо, угол просто. Все, что нужно, это поснимательное количество раз, чтобы понимать, как это должно быть, чтобы попадать в тот кадр. А ну, кривизна в данном случае, как я уже говорил, надо просто научиться снимать для себя. Не в RAW, то есть не в JPEG, а в RAW, да, в RAW. Что можно было? Чтобы можно было потом спокойно выделять. Ведь JPEG тоже можно коротить, но в JPEG, я вам всегда говорю, что... Я всегда привожу пример, я как раз вот этим вот всем пожелавшим как раз об этом писал в виде письменного текста, что я сравниваю RAW и JPEG, это как платье уже сшитое, это JPEG, и отрез ткани. Потому что RAW, RAW, да, это отрез ткани, который ты можешь перекроить, как тебе нравится. У тебя есть выкройка, которая вложена внутрь отреза, да, и ты уже потом по этой выкройке делаешь то, что тебе надо. Если тебя все устарают по выкройке, то, соответственно, просто нажимаешь кнопочку экспорта и получаешь его в JPEG. Если хочешь что-то изменить, ради бога, кромсай, перед тобой пока еще целый кусок ткани. Вот. А JPEG это уже сшитое платье, его можно изменить, но тебе просто что-то там расшивать, да... Да, во-первых, будешь швы, у тебя уже будет очень ограниченное пространство для движения, ты не можешь так сильно уже что-то изменить, потому что оно уже подрезано, да, вот. Ведь почему такая большая разница в весе файлов между RAW и JPEG? Потому что JPEG это конченный уже готовый материал, а RAW там как раз вот такой широкий диапазон, где у тебя все варианты вложены, да, вот. Короче, JPEG это тот кадр, который можно... Это готовый. Нужно использовать для просмотра, чтобы отбирать... Просмотр, печать и... Да, не, ну чтобы сразу отбирать те нужные кадры, которые в RAW ты будешь переливать. Нет, 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 это чудесно просматривать, можно есть огромное количество вьюеров под любую систему, которая позволяет просматривать... Во-первых, под Canon существует просто огромное количество софта, специального, который занимается просмотром и экспортов из RAW в JPEG. То есть, ну, с каким-то таким простейшим изменением. А, грубо говоря, я сразу RAW могу смотреть спокойно, как обычные изображения, не будет висно. Конечно, конечно. Кэноновская, потому что камера Canon, она в большинстве компьютеров вшита уже буквально в систему, и ее можно практически любым вьювером просматривать, как обычные фотографии. Другое, это что она будет чуть медленнее листаться, потому что она тяжелая, будет перелистывание между фотографиями с легким торможением. Плюс есть огромное количество RAW-конвертеров под Canon, просто можно зайти на сайт canon.ru и скачать просто бесплатный конвертер, который, во-первых, позволяет вывести в JPEG, просматривать. Что-то тут же какие-то простые, чаще всего многих устраивающие движения можно сделать, типа там немножко подтянуть экспозицию, выровнять кривизну, сделать обрезку и так далее. Это все можно... Можно заняться. Да, это просто даже для этого не надо воровать какие-то сложные программы, вот, или покупать их. Просто зайти и взять вот родной RAW-конвертер, или взять любой из сторонних бесплатных RAW-конвертеров, только огромное количество, потому что Canon распространенная система, это некоторым другим системам, но типа посложнее, так как Pentax, у Olympus чуть посложнее, и то не проблема на самом деле, потому что есть как минимум родные программы, как минимум. Бесплатные, которые идут либо в комплекте с камерой там на диске, либо их можно скачать с сайта, либо еще как-то найти, это вообще не проблема. И соответственно, я уж не говорю про то, что в принципе, тот же самый Lightroom, точнее комплект для фотографа, не такого, не навороченного, а нормального среднего фотографа, или фотолюбителя, он стоит на сегодняшний день совершенно доступно для практически любого человека деньги, он стоит 3,5 тысячи в год обслуживанию стоит, куда входят Photoshop и Lightroom, еще Bridge и некоторые другие программы, плюс набор шрифтов и так далее. То есть, ну, весь набор, который в принципе нужен фотографу, это 300 рублей в месяц. 300 рублей в месяц, по-моему, практически любая сволочь может себе позволить, ну, кроме совершенно бедных. А совершенно бедные не могут позволить себе камеру. Они покупают дешевую мыльницу и не парятся. Поэтому, соответственно, я говорю, что я большой противник воровства софта, и в данном случае я говорю, что сейчас, когда в принципе компания пошла на уступки и сделала... Раньше нужно было покупать сразу же, потому что раньше ты платил один раз, и у тебя была программа до конца, и это были большие деньги, это стоило там больше тысячи долларов. Это еще я мог понимать людей, которые жабились по этому поводу, хотя, опять же, кто с этим зарабатывает, вообще это странно. То сейчас, извините меня, 300 рублей в месяц можно заплатить практически любой. Когда у тебя кончатся деньги, просто перестаешь платить, вот и все. Честно говоря, я даже не знаю, что после этого происходит, перестает ли работать программа, я думаю, что нет, просто перестает обновляться, скорее всего. Потому что я это честно плачу, поэтому не знаю, что происходит, когда ты перестаешь платить. Надо попробовать. Да. Не, не хочу пробовать, мне все устраивает. Я лучше, ну, один раз не куплюсь и утром творога, и поэтому пусть будет. И поэтому вот таким вот образом. То есть, соответственно, вот это вот мы сейчас коснулись широкого угла. Мы, надеюсь, поняли разницу между фиксом и зумом. У зума, я не скажу, что зум это плохо. Нет четкого такого определения, что зум это для лохов, а фикс это для крутых. Нифига подобно. Разные задачи. Потому что есть хорошие зумы, тоже с фиксированным фокусным расстоянием, с фиксированной диафрагмой. С фиксированной диафрагмой, там на 4. Она, конечно, не будет. Есть, конечно, фиксированная диафрагма на 2.8 у зумов, но это страшно дорогие зумы, вообще страшно дорогие. Чаще всего фиксирована где-то 4, бывает там 5 и 6. То есть она хорошая тем, что она постоянная. То есть ты прекрасно понимаешь, особенно когда работаешь в моем любимом репортерском режиме приоритета диафрагмы, то, соответственно, если ты выставил 4, то значит, что у тебя всегда 4. Они пляшут туда-сюда, и ты можешь, соответственно, уже дальше думать о сюжете. То есть на самом деле, в данном случае, мало чем эта система отличается от той, что я сказал, фокусировки и съемки, что ты можешь выставить, как вот про гиперфокальное пространство, по фокусировку говорили, что ты замер на гиперфокале, и ты понимаешь, что у тебя этот отрезок в резкости, так и с диафрагмой. Ты замер, как говорится, там на 4 или на 5, и уже, в принципе, дальше доверяешь автомату выставлять самую же выдержку. И, в принципе, в таком случае, если, при этом, ты берешь объектив, переводишь его в мануальный режим, ставишь его на гиперфокальное пространство, диафрагму фиксируешь, предположим, четко там на 4, на 5, на 8, там и так далее, как тебе надо, чтобы тогда у тебя получается камера постоянно в определенном режиме зациклена. Но это мы сейчас говорим о неком репортажном съемке, когда ты прыгаешь, то, соответственно, ну, опять же, если это не очень темное пространство, потому что в темном пространстве ты 8 поставить уже, тебе будет затруднительно, нам будет ISO задирать и так далее. Все-таки мы говорим о какой-то там уличном варианте. Но вот это вот просто такой абсолютно стритовый вариант, то, что я сейчас сказал. Ну, думаю, на этот вопрос ответили. Какие там еще у нас дальше вопросы? Я этот пока уберу. По поводу того, какие там дальше фокусные расстояния, на что? С 85 это, естественно, портретник от 50 до 100, и дальше от 100 это уже... На самом деле считается чуть ли не до 135 портретник. Я говорю, что есть определение классические, есть определение, которое я сам для себя взял, но там просто дальше идут уже длиннофокусные телеобъективы, вот, потому что они может быть уже там и от 100, и 200, и 300, и 500, и даже тысячу. У меня есть МТО тысячу, на корпусе это будет 2000. Вот, соответственно, то есть, ну, это... Это очень подглядывать, как говорится, так вот, издаля, или там Луну снимать, там, или еще что-нибудь такое. Вот, как раз издаля и снимать Луну, это какой телеобъектив должен быть? Ну, не так, чтобы, конечно, прям там четко все было видно. Четко не будет видно по одной простой причине, учитывая тот фактор. Элементарная физика. Вот, воздух, как мы знаем, непрозрачный. Соответственно, чем большую толщу ты пробиваешь, тем больше мути у тебя будет между тобой и объектом. Соответственно, чем... Тем больше я буду улавливать, короче, частички воздуха, скажем так, чем ближе. пыли, отраженных лучей от всякой дряни, которые в воздухе летают и так далее, тем у тебя меньше контраст будет в объективе и меньше резкость, соответственно. Поэтому, хочешь больше резкости, подкрадывайся поближе. Хочешь оставаться незамеченной, ну, тогда теряй резкость. Не, ну, какой телеобъектив нормальный по числовым значениям? Нет понятия нормальный, потому что есть разные задачи. Одно дело, мы хотим снять вот эту парочку, сидящую на той лавке. Нет, нет, нет. Другое дело, вон там люди, которые стоят в окошке вон того дома. Вот, вот, вот такое, например, да. Ну, тут уже более трехсот, конечно, надо в любом случае. Более трехсот. А почему цифровики вовят такое расстояние, вот, например, то, что я говорила раньше, то, что я Луну снимала цифровым фотоаппаратом, и он мне ее снял, прям, практически, будто она у меня на ладони. Есть цифровые фотоаппараты, так называемые суперзумы. Вот, они, кстати, есть и зеркальные, чаще всего они с фиксированным объективом. То есть, у них нету сменных объективов, он у них уже не в полетой. Вот, и он довольно-таки серьезное, может быть, приближение делать. Там 12-кратное оптическое приближение, может быть, это серьезное приближение. Вот, ну, скажем так, МТО 1000 сделать его намного сильнее, конечно, приближение, но даже 12-кратное это очень серьезное, потому что чаще всего все-таки такая кратность. Ну, в любом случае, мы теряем, как я уже сказал, в качестве, потому что в этих всех остаются очень простые линзы. Мне вот интересно было просто, почему он так сильно приближает, а мой, например, вот этот нет, не может. Да, может взять другой, который будет приближать. Ну, во-первых, тут с какого раза они пляшут, вот, будем так говорить, потому что тот ведь тоже не с 18-ти начинается. Да. Потому что здесь ведь тоже, вот тут у нас сумка сейчас лежит, которая начинается со 100, сразу же начинается со 100. То есть, ну, то есть забудь уже вот эти цветы снимать. Они просто уже не влезут в кадр. Забудь снимать эту площадь, то есть тебе придется куда отойти, чтобы она у тебя вошла. Ну, да. Поэтому, соответственно, я и говорю, что тут какая задача. Если, как я уже говорил, что нету такого, что один объектив там волшебный какой-то купил даже за большие деньги, и все, и у тебя уже нет забот. Нет, у тебя все равно будет много объективов. Потому что либо тебе надо упрощать свои задачи, либо тебе придется просто иметь разные стекла. По-любому. Даже если это будут зумы, они все равно будут, их все равно несколько. Предположим, зум, который начинается с широкоугольника и до среднего портретника. Зум, который начинается со среднего портретника до дальнего портретника. И тот, который начинается пускай со среднего или с дальнего портретника уже до ближайших там телебъективов. То есть, все равно как минимум три должно быть. Как минимум три. Как минимум. Это только зумов. А если фиксов, то намного больше. Причем надо не забывать, что ты хочешь снимать красиво. Потому что зум, ведь он чем хорош? Это тревел-объектив. Это когда ты куда-то едешь, и тебе с собой стекла тягать тяжело. А если снимаешь, вот как ты там пошла девушку снимать, или собачку снимать, или еще что-то такое снимать. Я вот по городу стрит хожу. Я хожу с фиксированным шестидесятником. У меня вот все. Вот то, что я могу. Вот шестидесят и все. Замкнуто. Никаких вариантов. Ну, я могу, потому что, в принципе, при желании с собой бросить. Я обычно еще кладу в рюкзак один сменный широкоугольник. На тот случай, если вдруг по какой-то причине не нужно пространство. Я вот у себя в Инстаграме недавно поместил несколько снимков, которые я абсолютно стихийно снял. Я просто вот так пошел, мне нужно было поснимать кое-что. И я вдруг внезапно обнаружил у себя в рюкзаке под забытым, ну и там положено туда и под забытый супер широкоугольник. Body Cup. Это объектив-крышка. Вот. То есть, это еще более волшебный чемат, потому что у него толщина, не знаю, там полусантиметра, вот у этого объектива. Объектив-крышка, но он очень не светосильный. У него дырка 8, фиксированная дырка 1, 8. Потому что у него просто, ну, это пинхольный объектив, там просто дырка и одна специфическая линза, замкнутая на гиперфокал. Вот. Но она как раз хороша именно тем, что он абсолютно не вызывает никакого уважения людей. Они от него не шарахаются. Они вообще не понимают, во что человек смотрит там. Может, вроде у него никакого объектива нету на камере. Вот. А он что-то там смотрит. И, ну, вот, я ощутил, скажем так, всю радость. Потому что я как раз об этом писал, что вот, говорю, что настоящая стрит-фотография, тогда ты снимаешь супер-супер-широкоугольником. Потому что ты обязан даже не в том, что тебя не видят, а в том, что у него очень широкий угол. То есть, как мы уже сказали, что чем шире угол, тем ближе. Снимай это все. Нет, дело не в том, что все. Ты должен очень, ну, в общем, максимально близко подходить к объекту. Потому что чем шире угол, он меньше приближает к тебе объект. Ну, да, да, да. Поэтому, соответственно, если широкоугольник, мне тебя снимать, мне вот так придется снимать. Вот. Что практически и делал. Поэтому люди маленько шарахались, может, не от того, что снимаешь с него, а от того, что чувак практически к ним заглядывает. Я там, у меня лежит фотография, там, девушки фотографированные площади. Я описал, что для того, чтобы фотографировать этот кадр, мне пришлось практически упереться в попу вот этой девушки, которая там снимает. Потому что, ну, вот, между нами расстояние было порядка 15 сантиметров между мной и ее попой. Вот. Что она подумала, я не знаю, что за извращение. Сползет, я же лег на живот еще, чтобы снять снизу. Вот. И что за чувак подползает на животе к ней, непонятно в какую коробочку глядя. Вот. Но кадр мне понравился в итоге на выходе. Вот. В том, вот, настоящий стрит, он заключается не в том, чтобы ты за километр подготавливаешься. Я не взглянул за теми людьми. Настоящий стрит, когда ты принимаешь участие, скажем так, в событии, когда ты в его гуще находишься. Поэтому объектив не может быть телескопическим при стрите. Он может быть, конечно, но это уже малечко другое. Настоящий стрит, когда ты прямо, вот как вот я, в принципе, снимал тогда на этом самом, на Патриках-то, да? Вот. То есть я прямо тут же. И при желании, почему я всегда говорю, что я стараюсь брать объективы, которые мне не так жалко, и камеры, которые мне так жалко, потому что можно получить в морду, тебе могут разбить камеру, все что угодно. Надо понимать это. И поэтому как-то вот дорогую технику, ну, ты должен давать себе отчет, что ты можешь ее просто никогда больше не увидеть. Тебя могут шарахнуть ее в столб. Вот. Люди разную реакцию имеют. То есть если ты снимаешь стрит, то есть людей, которые ты не договоришься, что будешь снимать, у них может быть разная реакция. Они могут быть неадекватными, пьяными, странными. Вот. Они могут шарахнуть какой-то странной палкой, тебя совершенно случайно просто размахивая ей. Ты можешь просто попасться, так как говорится. Это надо давать себе отчет, что чем ты рискуешь, снимая вот такие вот кадры. В том числе есть, что могут тебе странно подумать, что ты подползаешь снизу, девке под задницу. Почему по татуару ползет что-то. Поэтому, соответственно, вот это вот мы сейчас как бы про ширину угла и про все вот это, думаю, что вы прояснили, да? То есть, соответственно, опять же, возвращаясь к думам и фиксам, если ты идешь снимать по городу или идешь целенаправильно снимать человека, то тебе можно позволить себе взять парочку фиксированных объективов, чтобы они тебе дали лучшую картинку, потому что, а если ты поедешь куда-то, тебе же нельзя взять все объективы с собой, как говорится, поэтому лучше взять все-таки один какой-нибудь зум и, предположим, один какой-нибудь красивый фикс. Т.е. один красивый фикс, чтобы поснимать что-то вот так вот именно с красивым размытием, еще что-то там, с красивыми лучами света, а зум, чтобы тебе возможность просто захватить сразу же и пейзажик, и здание целиком, не знаю, еще что-то такое, но при этом приблизить, может быть, какую-то отдельную колонну или маскарон какой-нибудь создание или еще что-нибудь такое. Это я спросила, это я спросила. А, вот, по поводу стандартной схемы настроек, при каком освещении, при какой погоде. Есть же они? Что используют? Какую диафрагму, вот это вот все. Да, 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 это все, конечно, тут не столько даже, ну, в современных камерах, это не столь актуально, в современных камерах есть экспонометр. Вот, вообще, можно пользоваться, большинство людей пользуются балансами белого, прежде всего, те, которые уже встроены в виде готовых пресетов. То есть, солнечный день, пасмурный день, архитектура, ну и так далее. Но все равно они как-то искажают изображение. А для этого надо врав снимать. Потому что, если хочешь снимать полностью правильно, то это делается по-другому. Там есть ручная настройка баланса белого, и мы настраиваем по белому листу бумажки. То есть, либо мы где-то его помещаем, либо просим поставить, подержать. А есть еще, я просто не взял, у моей камеры есть специальные крышки. Вот, есть специальная крышка, у которой в соединении кусок белого полупрозрачного пластика. И мы делаем снимок через него. Настраиваем баланс белого. Такие крышки есть, стоят недорого. Вот, то есть, специальные крышки для настройки баланса белого. То есть, это ручная настройка баланса белого. Не факт, что ты тоже правильно его настроишь, потому что тоже некий опыт нужен. И как по листочку его настраивать? А, ну, можно идеально белый листок бумаги. Берем человека, который поставим там туда, где мы хотим снять, даже при том, мы хотим снять человека. Он просто держит рука автоматом А4 формат. Ну, просто, ну, в разных камерах по-разному. Чаще всего, это как бывает. Нажимаем режим автоматической ручной настройки баланса белого. Наводим на эту бумажку. Делаем полуспуск, то есть, как фиксирование на это дело. Вот, он говорит, баланс белого такой-то, такой-то. Сохраните его, говорим, ага. И все, у нас баланс белого индивидуальный. Можно даже его запомнить. У меня есть несколько готовых к маякам пресетов под мои нестандартные, но часто используемые мной условия освещения. Вот, особенно, когда это в помещении. Делаешь вообще безручного. В помещении вообще очень тяжело, потому что там чаще всего свет бывает еще и комбинированный. Потому что часть из окна идет света, часть из потолка идет, часть откуда-то отражается. Вот, причем лампы могут быть одновременно желтые и синие. То есть, дневного света лампы, вот эти вот неоновые, они синие. И при этом, может быть, включена еще какая-то лампа, которая дает желтый свет. Вот это комбинированное освещение с ним, сложно всегда. Соответственно, индивидуальная настройка в этом плане лучше. Но, как ты сказал, вообще, такие вещи многие уже давно не заморачиваются, кто снимает в раб. Потому что это все просто, ну, легким движением правится. Вот экспозиция чуть сложнее. Если слишком затемнило и слишком пересветило, уже не всегда можно вытащить. Не все можно вытащить. Потому что, если там уже чересчур, 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 то даже из раба вытащить уже с потерями можно. Вот. А вот волос белого, это вообще пустяки в рабе. То есть, я говорю сейчас, наверное, какую-то греховную вещь, да, то, что может не заморачивать. Но реально, сейчас уже современным камерами при съемке в раб, с жипеги ты ничего не сделаешь. Там все зафиксировано уже. А снимаешь в раб, то это буквально там ползунок чуть левее, там чуть теплее. Там просто два ползунка будет. Один у тебя будет между желтым и синим, другой между будет маржентой и этим самым зеленым, да, грином. То есть, соответственно, это тут буквально чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, и сможешь, ага, хорошо. Вот. Это очень легко и практически совершенно можно заморачиваться. Плюс, как бы, в тех же самых раф-конвертерах можно, у них уже есть встроенный, такой же как в камеру, Брандс Билл. Если мы снимаем в раб, то в раб-конвертере, ну, сняла, предположим, с перепугу при пасмурной погоне солнечный день. Просто в раб-конвертере говоришь, нет, это был не пасмурный день, это был солнечный день, да. И все он просто тебе меняет, потому что у него уже все это заложено в раб. Это я как бы просто подбиваю к тому, что надо завязывать с жпегами. Да, да, что я никак не могу и сделать. Они не надо. Привычно, потому что... А надо один раз переключить и забыть об этом. Много весят. Ну, карту побольше купи, они не так дорогие сейчас стоят. Ну, хорошая карта. Нет, просто у меня сам ноутбук не тянет, у меня есть фотографии уже такие по 25 мегабайт, все, он начинает на них виснуть, он у меня выключается, у меня фотошоп не тянет, у меня лайтрум не тянет. Он у меня ломается. Ну, тут что я могу сказать? Ноутбук надо менять. Тут ведь как? Либо хорошо, либо как есть. Либо никак, да, я понимаю. Либо как есть. Вот. Потому что, ну, нет, ну, тут как раз условия подвигают к тому, чтобы быть более продвинутым профессионалом. То есть сразу же снимать правильно. Чего я всегда от людей пытаюсь добиться, да? То есть, либо мы себе много вольности позволяем при съемке в РАФ, там можем ошибиться и с экспозицией, и с этим самым. Либо мы снимаем в JPEG, но сразу идеально. И сразу идеально, да, когда мне надо ничего править. Это было бы круто. Это не круто, это легко. Это легко, для этого нужен просто опыт. Да, вот. Это легко для тех, кто снимает постоянно. А для этого берем камеры, вот, да, 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 да. Потому что в любом случае, даже у бесталанных людей, количество всегда переходит в качество. Потому что качество может быть разное. Качество будет техническое, качество будет художественное. То есть, есть люди, которые технически идеально снимают, но снимки у них скучные. А есть люди, вот, притом, я в том же Инстаграме разглядываю громко количество простых людей, которые снимают на простые телефоны, я просто удовольствием говорю их на снимки, потому что им есть что сказать этими снимками. Вот в чем дело. Да, они там криво сняты, там очень фигово со светом, с тенями, со всем остальным, с красками, там они снимают позорными самыми дешевыми андроидами, но у них интересный сюжет, поэтому, соответственно, для меня сюжет важнее, вот, и я поэтому говорю, что это несложно, надо просто брать камеру, снимать, и снимать на каждый день, брать их всегда с собой, взять тебе киф поменьше размеров, чтобы не такого размера было, там, вот это, потому что есть небольшие, для канона есть недорогие, маленькие, те же самые полотенечки, фиксы, камера становится в половину меньше, ее вполне себе можно таскать в сумке, просто на самом деле, я говорю, что эти вопросы решаются только одним путем, только длительными и регулярными съемками, потому что это ведь как ходить, человек ведь тоже рождается, ходить не умеет, а потом он даже не задумывается, он просто встает с кровати и пошел, как говорится, он же не задумывает, как у него это чудо получается, как он держит баланс, черт возьми, да, еще всякие вот эти вот, с большими головами, с большими задницами, как-то ведь не перекашиваются, не падают, они просто уже, они просто один раз уже научились с этим ходить, да, и уже так ходят, люди больные, там, у которых там проблемы с ногами, там, нет одной ноги, тоже ведь научились держать баланс через какое-то время, вот, потому что, и уже нахуй, у них это на автоматизме происходит, вот, тяжело, но на автоматизме, да, люди там плохо видящие, там, плохо слышащие, это все опыт, вот, поначалу тяжело, потом привыкаешь, вот, так и тут, так и камера, камера это твой взгляд, твои глаза, уже научиться просто видеть, я всегда вот об этом говорю, это основная вещь, что если начинаешь снимать, то мозг маленечко перестраивается, причем в определенном стиле снимать, и кадр начинаешь видеть задолго до того, как ты взял в руки камеру, вот, я почему говорю, что я очень часто куда-то, куда-то едете направленно, потому что этот кадр я уже придумал, даже зачастую в этом месте, может, даже еще и не был, я увидел его где-то, там, по телевизору где-то, или проезжая там на автомобиле, я его видел, я уже примерно понял, я потом специально сюда еду с камерой, иногда какое-то место ты видел, потом прошло некоторые события, ты примерно его домыслил, ты примерно понял кадр, и едешь туда с камеры, чтобы его снять, потому что ты знаешь место, ты примерно представил те события, которые ты как-то узнал там в новостях, или где-то почитал о них, вот, и примерно представил, что там будет, и ты поехал туда снимать именно тот кадр, и чаще всего процентов на 80, получается, он такой какой-то себе придумал, потому что кадр у тебя вот здесь вот уже, вот, почему я всегда говорю, что вот, я снимаю же огромное количество старых камер, я не таскаю с собой экспонометра, все говорят, что экспонометр у меня здесь, потому что ты уже понимаешь, снимая много, вот при таком освещении, какую надо ставить диафрагму, какую примерно надо ставить выдержку, ну а ISO у тебя изначально заложено в пленке, ты понимаешь, при такой пленке, какой, грубо говоря, должно быть, вот эта экспопарка, какая должна быть, вот, поэтому я всегда говорю, что научившись снимать на ручных параметрах, это не значит, что не надо снимать на автоматических, они иногда нужны, как я уже сказал, когда мы ловим сюжет, нам некогда заморачивать все это ерундой, но уже имея этот опыт, ты совершенно по-другому будешь пользоваться, в том числе и автоматикой, поэтому обязательно нужно снимать на ручных, давай дальше, это просто замерзнешь уже, у нас сегодня день, конечно, прохладно, но, по-моему, через чё, прохладно, вот. Сейчас, я спросила, всё, фактически спросила, да я, кстати, всё, в общем-то спросила, я ещё хотела узнать про вот эту вот шуткоину, которая одевается на объектив сюда, вроде, да, вроде она увеличивает контрастность, как-то свет, объясню, объясню, смотри, нужна ли она, не нужна ли, можно и без неё, можно и без неё, можно и с ней, по-разному можно, смотри, мы снимаем, сейчас у нас солнца нет, но мы представим, что мы хотим снимать вот ту пару, у нас предположим здесь солнце, соответственно, солнце у нас частично, будет бить его сюда в объектив, а когда солнце бьёт в объектив, соответственно, ну, особенно вот таких вот объективов не очень хороших, будет снижаться контрастность, вот, объективы по-разному, хорошие объективы в контровом свете получаются даже красиво, плохие получаются мутно, грязно и так далее, вот для этого существует бленда, то есть, соответственно, когда солнце бьёт на него объектив, а попадает в бленду, она частично закрывает просто его, то есть бленда у нас, она спасает, В принципе, можно. Ну, желательно, объясню. Потому что бленда, во-первых, спасает от того, когда у нас боковое или контровое солнце. От контрового оно, наверное, совсем уж не спасет, но от бокового оно спасет. Оно у нас помогает, когда у нас идет мелкий поганый дождик. Потому что у нас не будет брызгов на объективе тогда. Ветер, который грязь всякую задувает. Ну, это наши стекла защищает просто. Вот и все. Поэтому бленда, она, ну, очень часто бывает нужна. Очень часто бывает нужна. Вот. Ну, такая бленда стоит дорого. Плохое, 67. Лучше всего 58, самый распространенный, подняпучий, дешевый, 50-82. И, соответственно, Дяби, какие плохие. Ну, ладно, лучше. Ну, это и про вспышку. Встроенная вспышка и... Ну, вспышка, она у нас... Я вспышкой пользуюсь крайне редко. Я не люблю импульсные источники света. Я стараюсь пользоваться постоянными источниками света. Вообще вспышка, это нафига она нужна, если хороший свет есть? Нет. Ну, кроме, конечно, концертной съемки. Да, она и в концертной съемке не нужна. Вопрос-то в другом, что, еще раз говорю, вспышка, она нужна, не нужна. Как я уже сказал, я говорю, что я люблю постоянно источники света. На концертной съемке полно света, потому что у них чего только не горит. Да, в принципе, да. Но на концертной съемке, кстати, почему-то все время не хватает света, поэтому все ходят фотографами вот этими огромными вспышками дикими. А в нормальных местах им запрещают ими пользоваться. Да, кстати. Вот это не фотографы, а люди с фотоаппаратами. Нет, на самом деле, ну вот я постоянно работаю на кинофестивалях. Там нельзя пользоваться вспышками. Можно пользоваться вспышками только в период до и после пресс-конференции. А во время, потому что идет телетрансляция, эти вспышки нафиг запрещены. Когда кому это помешало снимать, не знаю. Да, потому что вспышка для чего? Для того, чтобы контрастно высветить лицо, потому что там вот так есть свет. И для того, чтобы именно лицо было более, скажем так, более четко, более контрастно. Именно оно выделено от фона. Это, не знаю, на мой взгляд, не всегда хорошо. Хорошо, когда ты хочешь вырезать потом эту фотографию где-нибудь там или еще что-нибудь такое сделать. Не знаю, мне не нравится. Это очень резко получается. Ну, опять же, мы учитываем это при репортерской съемке. При художественной съемке вспышка может работать по-разному. Вспышек может быть несколько. Есть вспышки, которые приводятся по синхронизации несколько штук одновременно и так далее. То есть, соответственно, вспышку можно использовать, ведь не то, что обязательно направлять ее прямо в морду человеку. Особенно, если она находится в помещении, ее можно направить в потолок, ее можно направить в стену, куда угодно. Она пойдет отраженным светом уже. Но в другом случае будет импульсный свет. Иногда он необходим. Особенно он необходим, когда ты снимаешь ее в контровом свете. Солнце там, оно бьет, тебе надо становится перебить. Соответственно, ты включаешь вспышку, потому что, предположим, представим, вот солнце там. Там сидят вот эти люди, я хочу их снять. Если я буду их снимать, у нас получат силуэты. Если ты хочешь снять силуэт, то это здорово. А если ты хочешь снять их не лица, то там же у нас вспышка, чтобы просто нам перебить контровое солнце. Для этого нужна стройная вспышка, потому что света немало, но ее вполне хватает для того, чтобы нам в таких вот походных условиях против света поснимать. Или когда уже начинает смягкаться там, ну, или когда вот совсем не втерпешь, и у тебя нет с собой вспышки, а уже на улице темно. Ну, получится просто вот этот самый ад, который часто получается высвеченное пятно, и в нем какие-то охреневшие люди. Вот. А еще я буду использовать как художественный прием. Я рассказывал на одном из кем-то вот этих вот встреч, не на наших встречах, а с кем-то другими людьми. Это, предположим, можно использовать при съемке на длинных выдержках. Предположим, хороший пример, я дам ссылочку, вот я давал уже ссылки на Кая Вонга, вот, у него очень много полезного. У него есть хороший пример, где они снимают на длинной выдержке такие мистические кадры. То есть, они взяли девушку, поставили ее рядом с дорогой, где идет много пешеходов, камеру на штатив, естественно, поставили, и вспышку, которую направили на девушку. То есть, девушка немножко подзамерла, люди продолжают идти, они делают длинную выдержку. Мы уже помним, что такое длинная выдержка. Длинная выдержка, люди у нас превращаются в некий такой поток. То есть, получается, наскорчила какую-то адскую рожу такую, и ее вспышка подсветила, чтобы выконтрестить по-максимальному, и ее заморозить таким образом. Люди у нас превращаются в туман, в какие-то такие призрачные массы, и получается адское зверское лицо очень яркой девушки на фоне каких-то таких вот клубов, человекообразных, с кусками ног, рук и так далее. Вот, я потом дам ссылку на вот этот вот пример Кая, потому что там очень хорошо это показано, как сказать, с примерами. Вот, предположим, для чего нужна вспышка для таких вот целей. Для того, чтобы, предположим, какие-то такие вот трюки делать, да? Вот, она особенно хороша на длинных выдержках, вот для таких вот целей. Или, как сказал, контровой свет, там, или, если мы как раз художественный находим, где-то из темноты, предположим, какой-то офигенный, очень странный там знак дорожного движения, и в темноте раз, и он будет конкретно, он будет виден, уже еще и имеет эти специальные покрытия, и он будет бликовать, соответственно, вспышки еще больше, будет темнота, и там какая-нибудь фигня там на знаке интересная, да? Ну, как художественный прием, к примеру. Ну, вот, для этого нужна вспышка. Все в принципе, я все спросила, что, по крайней мере.